Диск C-Gate с надписью щелкает Всем привет! Диск C-Gate с надписью щелкает Давайте откроем, посмотрим что с ним делал предыдущий мастер Может быть будет такой же как с ВД где была чистка контактов механически но контакты при этом остались грязные Может вообще не чистили контакты Многие мастера забивают на чистку контактов считая это чем-то как у Деда Мороза Верить в мультипад но нифига не поможет если вин сдох и одна чистка контактов Ну да Собственно так и есть Пленочка наша любимая которая задерживает задерживает, задерживает у нас нафига эту пленку сюда ставят Пленка это изолятор а нам наоборот надо чтобы наше тепло выводилось Ну и дальше чистим контактики видим да какие они Ого фелось Такой налет налет был многоуровневый редко такой встречаю вот какие контакты в принципе должны быть видите идеально чистые теперь кладем нашу так закручиваем ну что первое включение мне просто интересно может почистили и он заведется да так это я делаю другой диск прикол затыки правда есть надо его сейчас мберку ему затереть пока мы ждем программку о вот нету его о отвалился ну что же давайте подключим к терминалу посмотрим что он нам выдаст ну что же подключим его к терминалу и смотрим что он нам покажет так русский сразу авто переключение языков уберу так а4 1 22 м 0 6 3 22 1 1 1 1 1 1 есть т и обесточиваем посмотрим как он будет ругаться сейчас при подключении ну что же первое включение есть завелся так вот он появился теперь сотрем мбер вот затык затык на мбере и так не хотите она у нас форматироваться мбер стираться поэтому мы будем прибегать к помощи терминала ну что же господа включаем вот его еще раз зверю и используем команду м0 используем команду м0 д три раз два три четыре пять 22 да да тут у нас есть и буквы тоже обязательно заглавная буква д что эта команда нам дает стирание юзер зоны с добавлением дефектов g g лист и последующим их их переносом в п лист вот так вот замудренно сделал эта команда гораздо безопаснее чем сразу команда которая отправляет все в п листы эта команда делает как-то более корректно из g потом в п оно все перенесется единственное почему я не хотел пользоваться терминалом это все же ограничение скорости в 38 400 по моему да у нас сидит подключается по моему да 38 400 и это будет жутко долго другое дело когда у нас было подключение через usb 3.0 и там уже была бы скорость 90 100 120 здесь будет 38 но что делать что делать ну примерно скорость в принципе скорость usb 2.0 ну как видим оно так довольно таки шустренько делает ну сейчас делает и да естественно никакой инфы не останется там не инфа и не надо мне диски как бы надо ремонт вот так вот поэтому пауза ну что же час ночи закончилась всего оно делалось 66 минут не так уж в принципе и долго сейчас надо отключить питание до выхода из терминала а теперь можно выйти ну и теперь давайте чтобы вы не подумали что можете подумать не ну найдутся да люди найдутся кто скажет подменил диск там вечно находятся такие уникумы такие обвинения ребята перед тем как что-то обвинять сделайте сами хотя бы что-то давайте запустим так есть вечно за сих пор делается всего пять процентов до воды это жесть 250 гигов вот теперь зашло нормально раз и все сделалось давайте теперь прогоним давайте вообще посмотрим на харди сентинель что нам покажет в принципе это же у нас и было форматирование просто по терминалу с занесением в gp листы так думаю надо переподключить винт и включим его еще раз что нам покажет ну ожидаемо сто процентов ров ошибочки какие то есть что нам покажет века века вот ты external века нам показывает в принципе норм это вы не думайте это не ошибки это просто хекс подсчет идет грубо говоря там другая система подсчет ну давайте сейчас я попробую его еще раз еще прогнать лоу-левел форматом как вы видите скорость нормальная скорость может быть тут и будут какие-то беды которые занесутся в g-лист но не думаю что сильно скажется нам на здоровье винта возможно вообще не скажется и после этого прогоню диск рэви вал и уже покажу вам ну финальный результат пока ребят пауза ну что ж друзья закончилась эпопея с ст 92 50 31 5 с на 250 гигов все команды вы увидели здоровица ну здоровица поверхности перед вами всего 1 600 миллисекунд и то я бы не сказал что 600 миллисекунд тут 219 миллисекунд то есть он в графу 200 не попадает и записался в 600 вот если вы не видите посмотрите пожалуйста то есть практически у нас 38 200 идут 2 соток 70 50 остальное у нас 5 и 20 то есть в принципе даже очень как по мне хорошая здоровица смартик у нас вот такой мне вот этот конечно непонятно аппаратно скорректированная ошибка что что за нафиг 195 потому что допустим тот же сентинель сейчас чуть-чуть отдалю во-первых во-первых здесь у нас 195 все в норме не горит восклицательный знак а должен был был гореть здесь у нас после сброса смарта осталось 19 UNC стало нулем и UNC у нас не появилось после записи в плейлист так где у нас тут UNC ошибки так это Gsense но CRC тоже по нулям как вы видите так наверно будет лучше видно тут по моему UNC и нету в смарте в общем мне не понятен этот момент 195 я Сережу Казанского уточню что он имел ввиду возможно смарты немножко разнятся его смарт и смарт программы Hardisk Sentinel но во всяком случае диск у нас в полном порядке поверхность у нас хорошая поэтому не вижу смысла не радоваться в общем если вам понравилось данное видео команды которые я использовал пожалуйста поставьте лайк прокомментируйте репост если есть кому кинуть в общем подпишитесь если еще не подписались очень хочется 50 тысяч на канале я думаю я это заслужил всем спасибо за просмотр всем пока а купить нужную запчасть на алиэкспресс мне помогает Backit в прошлом EPN расширение для всех браузеров переходим по ссылке и мы уже экономим проверяем расширение активирован ли у нас кэшбэк если нет нажимаем на кнопку активации выбираем нужную нам деталь и смотрим динамику цен переходите ссылочка в описании подпишитесь в описании Продолжение следует...